приветствую всех на нашем канале обзор будет сразу на несколько видео самвела постер пока висел на одной стене самвел всегда садился напротив по месте повесили на место зеркало теперь он переместился в другое зеркало любуется интересно кем юли или коли или своей собственной персоной вот только с юли опять какие-то непонятки начались не слуху они не духу кто-то из них с нею поссорился но молчать до поры до времени ну посмотрим проявится ли хоть какая-то информация либо будут замалчивать пока не разрешится в ту или иную сторону ну то есть либо совсем уже с ней покончить раз и навсегда либо все-таки проявить милосердие смилоститься и снова принять ее обратно как это уже было однажды самвел продает коли на вещи говорит матери что деньги за эти вещи коля не берет вот сам все матери докладывает просто до мельчайших подробностей а потом орет что она сует нос у его дела но вот как его назвать как не мамсик мамсик самый настоящий мама 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 но без мамы он ну просто никуда вот так и сидит возле нее пришпиленный к ее юбки мать не понимает почему коля не берет деньги а что тут думать то деньги сейчас пропросту возвращается насчет хозяина и при необходимости снова будут взяты оттуда мать рассудила по-своему но вы же все равно живете вместе просто так уже воровство какая теперь причина совместного проживания раньше самвел говорил что у коли машина постоянно сирена а если вдруг вот так вот среди ночи нужно будет уезжать то вот он коля с машины под боком темпом и переносном смысле потом коля якобы вернулся на свою квартиру которую снимает но долго он там не прожил в гордом одиночестве заболел от тоски наверное и на семейном совете было принято решение забрать его себе обратно если верить тому вообще что съезжал от самвела коля так болел что знаете дай бог каждому горцевал какой на плацу ездили на игрень каждый вечер играли с этой юлиной сковородкой какой был резон его забирать а юля бедная юля она так и не попробовала блюдца своего подарка может быть еще не вечер то ли освещение такое то ли тв и в самом деле сидит какая-то воска восковая я посмотрю у нее очень нехороший цвет тела она желтая вот желтая уже которое видео есть не смотрю и то ли он снимает на свой новый телефон и что-то там не выставил правильно функции не могу понять обратили вы внимание или нет если нет присмотритесь что скажете надев дверь зина в дверь зина у твшки но вот как ей от них теперь уйти прислали деньги 5000 это же ее пенсия за два месяца какая сложная штука жизнь уже хорошо что зина пытается ставить их на место как-то показывает характер бросает трубку не приходит может и дальше конечно так будет но хуже если понравится ей даже не то что понравится ситуация вынуждает жизнь сама диктует ей эти условия на которые она вынуждена будет согласиться и вот уже в ожидании следующих денег она начнет глотать все вот эти вот унижения и молчать как рассыпалась благодарностях зина просто как бисер сыпались слова твшка же приняла как должное как будто так и должно было быть еще она ольгу леонтьевну собиралась чехвостить что-то неблагодарная выйдет из-за стола и свете спасибо не скажет и в принципе спасибо никогда не говорит я не знаю она смотрит коли видео и чем она слушает уж насколько ольга леонтьевна всегда благодарная я не знаю в отношении как со стола она выходит там в принципе особо это не показывает но если есть что-то либо пришлют либо привезут какой-то подарок что-то дадут она всегда спасибо и это обязательно рыбанька зайчик котик обязательно какое-то такое словечко скажет а сама-то извините тв сама помощь сына наде колли до любого человека который ей так или иначе помог она ведь обесценивает редко редко когда скажет спасибо это с такой натяжкой а ведь по поступкам видно что неблагодарная скажет спасибо и уже через пять минут забывает об этом и может так наехать из-под палки сам заставил мать пойти и отдать деньги несколько раз сказал чтобы то шла за деньгами вот как что-то показать для продажи какую-то вещь как сивка бурка вот просто стукнулась озим и уже совраска смоталась туда-обратно тут же но невозможно было выпнуть раз сказал два сказал три ска от сидит как будто она срослась с этим креслом вынудили встала таки пошла полчаса сидела в гардеробной может она надеялась что они забудут и разойдутся и так все на этом тихо-тихо и заглохнет дело шутка ли пять тысяч отдать у нее снега зимой не выбросишь а тут такие деньги отдавать она бы может быть и придумала чего чтобы не отдавать их зине ну например там музей на еще чего-то расхекала но не про канала обратила внимание что зина креслом вообще вот близко не подходит она никогда на них не сидит никогда она всегда садится на стул может быть она чувствует что там фонит от него как-то вот от этих вот кресел сидит на стульчике сидит прилично ноги у нее не разъезжаются сам вел однажды имел неосторожность для контента ляпнуть про совместное проживание со всем своим святым семейством а ты вышка уже записала у себя в компьютере и продолжает вынашивать эту мысль мечтает о том что если бы сын не был таким разгильдяем и щедрым человеком дающим всем без упрека то давно уже купил бы дом за границей и жили бы они дружненько все вместе у каждого своя спаленка у каждой семьи своя кухонька и туалет ой а еще лучше мой вам совет ну мало ли если вдруг что то и отдельные входы чтоб любимых родственников не видеть сам был не в восторге и уверен что через три дня они все перри ругались бы всего лишь через три дня а как же понимать вот эти красивые фразы и русская сестричка любимая дорогая единственная постоянная обнимашки и целоватки а в ответ летят такие же фразочки смачка сам водичек зайчик красивый вот просто до просяча визго доходящий как себе понимать что родственников хорошо любительное расстояние чем дальше тем сильнее а ты вышки конечно ей было бы хорошо тут поела там клюнула вот целый день не ходила бы по гостям к внучкам тут она про них и не вспоминает а там там конечно говорит было бы так замечательно вот у меня день рождения мы все вместе собрались ну королеву собрала всех своих деток внучек под крылышко день рождения за самый главный и важный праздник сама говорит что гена ира и женя уехали назад а лёха лёха который так уверенно заявлял что он точно возвращается как он я не сказал я сто процентов возвращаюсь через неделю не печалься любимая но я поеду труба зовет долг вот вам и псевдо опять-таки скользкий тип недаром говорят что бог шельму метит писали у меня про него и на кого он похож я с вами абсолютно тут согласна полностью целиком и полностью не зря он ходил с мукой и яйцами уже тогда личина была вот открытой ведь он гордится этим ну и кто он после этого кто севка опять молотит ну что не попадя какие фашисты были видны и в какой красивой форме они ходили хотелось быть на них похожими представляете вот чтобы ему на это ответил его дед который был в плену чтобы он сказал внучку а когда у севки появились в голове вот эти вот мысли сейчас или уже тогда как же эдик был прав на его счет как же он был прав еще севка говорил брешет ваш эдик врет да вот он же сам о себе все рассказывает и показывает и по вот этим фразам можно делать вывод что эдик не врал врет севка интересно а те которые люди лично встречались с этими красавцами прошли лагеря отдыха организованные ими вот севку бы туда на санаторно-курортное лечение лишний вес мигом бы сбросил и потом послушать его об их красоте и имела бы тогда это для него значение хоть какое-то кто его бы там лечил красивый или некрасивый человек они бы даже могли бы ему кое-какие вещи сделать например из натуральной кожи а что такое было в истории да много таких случаев из его собственно например даже без наркоза а что сказал бы севка на печи горящие безостановочно когда люди живущие рядом задыхались от этого смрада чтобы он сказал кто не видел фильм посмотрите мальчик в полосатой пижаме хочу вам порекомендовать список шиндлера жена смотрителя зоопарка да такую ахинею несет неудивительно что комменты у него закрыты тогда бы он конечно наслушался о себе посмотрел он ролик мужчины из тик тока а шунта потерял в этом тик токе хотелось бы узнать он же говорил что только умственно стал и его смотрят или он уже определился к умным чем вы же красивым мужчина из донецка рассказывает сам вел материться при детях забыл забыл себя на дне рождения родика забыл начисто все это слышали но как в рот воды набрали банкомат обижать нельзя он еще не пустой он может пригодиться вот и сидели сопели в две дырочки все все без исключения как они с матерью своей на весь белый свет общаются культура на высшем уровне едят стоя из кастрюли противни в туалет идут дверь не закрывают разговаривают исключительно матом снять мать во время переодевания но пробуем дело-то привычное господи вспомнили людей на западе страны такие богобоязненные такие замечательные люди а чего ж тогда наезжали что святость их пока зная ведь сами же говорили об этом есть видео на канале есть но если только не позакрывал или не поудалял что он говорил про николая вот местный народ про местных людей насколько они относятся к животным кота голодом морил ходил кот и тому трынь трава что кот уже просто дошел до того чтобы на наш шерсть и скелет остался а тетя рассуждающего то грехе за помощь коту будет и мады грех за кота кота сидит этот мужчина говорит севка и просит подарки а вот еще вспомнила когда извините поймали кота держали взяли тысячу долларов и сказали все все забирайте днам он нафиг не нужен берите его и чешите у самих во дворе кошка сама ходила знаете идет от ветра и качает как эту березку худючая мужчина просит подарки дешевка сделал вывод севка вы можете такое представить только произносил это но не он вот так вот мы и видим его со стороны а он обижается когда ему люди пишут попрошайка и дешевка мечтает мечтает севка ядерном оружие было бы говорит уничтожили бы но вы поняли кого аллах знал нрав осла и не дал ему рогов считает севка что русские когда его смотрят то злятся что слали ему посылки ерунда какая слали от щедрот своих нищему живущему в ободранной квартире убитой которая даже полностью ему не принадлежала это было милостыня кто бы об этом помнил сейчас кто был ломал бы себе голову тебе дали и забыли про тебя все помогли и рады испокон веков матушка славилась своей щедростью да была бы сейчас возможность и сейчас прислали бы когда увидели бы что долларовый миллионер дошел просто до ручки бусики продает трусики продает ношеные своим же выходит с почты потный хоть выжимай а что деньги нужны еще не так раскорячишься и сейчас пожалели бы глядя на это и прислали бы почему бы и нет страна богатая возможности не ограничены люди сердобольные